Волгоград 1 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 повышение качества кадрового персонала компании, актуальные и понятные для потребителя показатели качества и эффективности их деятельности. Возможно и нужно создать институт организации управляющих недвижимостью в жилищной сфере. Введение требований таких организаций, этих институтов по уставному капиталу, по кадрам, по техническому обеспечению, по страхованию рисков управления многоквартирными домами и по исключению любых вариантов неплатежей за коммунальные ресурсы. Эти требования помогут как раз таки стать частью этого института и управляющие компании могут стать эффективным инструментом в системе финансовых отношений. Вот этот надзорный орган непосредственно за управляющими компаниями или за жильцами в том числе? Он будет 50 на 50 и управляющие компании контролируют и за платежи, за безответственное отношение самих жильцов. Партия пенсионеров убеждена, что следует дать простым людям возможность не оставаться бесправными жильцами, а стать полноценными владельцами своего жилья, которые могут активно вмешиваться в бизнес-процессы по управлению недвижимостью. И пока не будут созданы понятные взаимовыгодные условия между управляющими компаниями ТСЖ и собственниками жилья, наши граждане будут вынуждены постоянно изымать из своих карманах все больше средств на оплату собственного жилья. И задача органов публичной власти – это ревизия нормативно-правовой и нормативно-технической базы функционирования объектов жилищной и коммунальной сферы экономики. Мы за создание, так сказать, правил игры для того, чтобы взаимодействие заказчиков, это собственников жилья и представителей бизнеса, управляющих компаний, чтобы было понятным и взаимовыгодным. И осуществлялся контроль за безопасностью многоквартирных домов и архитектурный облик и правилам благоустройства. Будет хорошо, если подобный орган контролирующий появится и будет действительно выполнять... Да, как раз таки мы работаем над этим вопросом, чтобы этот орган появился и создать этот институт. Спасибо большое. Это была программа «Слово партия». Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале «Волгоград-1». Спасибо.